Добрый день. У микрофона сегодня Мария Кожевникова. В гостях у нас Екатерина Козлова, менеджер ПАВЭД-отдела разработки Банка Хлынов. Екатерина, добрый день. Добрый день. Вы у нас уже были в гостях, и мы с вами разговаривали об изменениях, которые коснулись сейчас предпринимателей и экспортеров. Но ведь не только бизнесмены с проблемами столкнулись из-за санкций. Например, у жителей страны есть сложности при переводе денег за рубеж, при покупках в интернет-магазинах, например. Находят ли банки какие-то решения для простых кировчан? Или для физлиц, как их в банках называют? Да, вы все верно говорите. Частные лица, так же, как и бизнес, столкнулись с определенными трудностями. Как мы знаем, еще в марте этого года платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке операций в России. И выпущенные в России карты Visa и MasterCard перестали работать за пределами страны, а выпущенные за рубежом не работают в России. И те из нас, кто привык совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, часто выезжают за границу или попросту переводят средства за рубеж близким родственникам, оказались в сложной ситуации. Ну, много уже у нас в России нашли решений, как то или иное ограничение обойти и исправить. А вот у этой ситуации есть какое-то решение? Да, Банк Хлынов не оказался в стороне и предлагает собственное решение для клиентов банка. У нас можно заказать валютную банковскую карту платежных систем Visa и MasterCard от зарубежного банка нашего партнера. Это будет карта, выпущенная Белорусским банком Паритет Банк. Карта может быть оформлена в одной из двух валют – доллар США или евро. Срок действия карты составит 7 лет. Давайте рассмотрим поподробнее, как это будет работать. Клиенту необходимо подать заявление на выпуск карты. Карта активируется Паритет Банком. Клиенту на мобильный телефон поступит смс-сообщение с пин-кодом. После этого клиент сможет оплачивать покупки в сети интернет, переводить денежные средства и совершать другие операции, где не требуется сам пластик. Активировать же карту можно только за рубежом. Страна за пределами Российской Федерации может быть любой, банкомат тоже. То есть не нужно ехать в Белоруссию искать специальный банкомат. Клиент может скачать мобильное приложение от Паритет Банка iParitet в любом популярном магазине мобильных приложений. То есть с этой картой можно ездить за рубеж, расплачиваться в интернет-магазинах, а какие еще она дает преимущества? На мой взгляд, очень важным преимуществом является возможность совершать переводы с карты на карту. Перевод можно отправить как на сайте Паритет Банка, так и в мобильном приложении. Владельцы карты Visa смогут отправлять переводы в страны СНГ, например, в Азербайджан, Казахстан и в Грузию. Для владельцев мастер-карт список будет гораздо шире. Это все страны СНГ, практически все европейские страны, азиатские страны, также Турция, США, Канада, Австралия. Куда обращаться, как эту карту можно получить? Заявление на выпуск карты можно заполнить в любом офисе Банка Хлынов. При себе вам необходимо иметь только паспорт гражданина Российской Федерации. Срок изготовления карты две недели с учетом доставки в офис обслуживания клиента. Сотрудник банка свяжется с клиентом и сообщит о готовности карты. Пополнить карту можно будет также в офисе банка по реквизитам, которые указаны в мобильном приложении и документах о выдаче карты. Если говорить о предпринимателях, в прошлый раз мы с вами уже начали разговор о том, как банк помогает решать их проблемы. В частности, говорили о возможности расчетов в различных национальных валютах при замещении торговли в долларах и евро. Насколько я понимаю, вообще ведь всегда так. Куда смотрит бизнес, туда поворачиваются банки. Вы правы. 2022 год стал особым для бизнеса, чья деятельность связана с внешнеторговыми операциями. Развивать импорт в условиях санкций бизнесу становится непросто. Нужно как минимум быть уверенным в том, что страна-экспортер не запрещает ввоз товара на территорию России, и продавец продолжает сотрудничество с российскими компаниями. В таких условиях переориентация интересов бизнеса на Китай, Индию, Турцию, страны Евразийского экономического союза становится логичным решением. Опыт проведения расчетов в валюте, отличный от долларов и евро, у банка был и ранее. Платежи в юанях осуществляются корпоративными клиентами с 2015 года. Наши постоянные клиенты, занимающиеся деревообработкой, производством обуви, торговлей производственным оборудованием, уже длительное время пользуются услугами банка в обслуживании операций экспорта и импорта с Китаем. Но, конечно же, на настоящий момент пришелся пик спроса на платежи в юанях. И только за 9 месяцев текущего года было открыто в нашем банке в 2 раза больше расчетных счетов в юанях, чем за предшествующие 7 лет. Объем импортных операций вырос в 27 раз, экспортных в 15. То есть это уже была какая-то отработанная схема, которую вы сейчас применили, да? И, насколько я понимаю, ни одним Китаем все ограничилось. Да, все верно. Мы все знаем, что Россия является участником Евразийского экономического союза. Это международное объединение, цель которого стабильное развитие национальных экономик стран-союзников. Страны-участницы этого союза могут свободно перемещать товары, услуги, капиталы и рабочую силу между своими территориями. Поэтому для нас, как для банка, было важно расширить возможности клиентов при торговле с зарубежными партнерами. И уже сейчас мы предлагаем нашим клиентам расчеты в 4 из 5 валют стран Евразийского экономического союза, включая российский рубль. Это казахские тенге, белорусские рубли и армянские драмы. И, насколько я понимаю, это исследование рынка продолжается всегда. Есть какие-то новые страны, новые валюты, на которые в последнее время появился спрос? Конечно. Клиенты Банка Хлынов очень ждали, когда же появится возможность работать в турецких лирах. Турция обладает хорошим импортным потенциалом. Это такие позиции, как оборудование, транспортные средства, запчасти к ним, продовольствие, текстиль, обувь и многое другое. Расчеты в турецких лирах мы запустили с 20 октября. И буквально уже через 2 дня был открыт первый валютный счет, и клиент начал работать с нами. А есть еще какие-то страны в разработке? Конечно, есть. Мы не стоим на месте. И в настоящий момент банкам ведется работа по установлению прямых корреспондентских отношений с Индией. А наши клиенты уже сейчас могут воспользоваться расчетами валютной пары российский рубль, индийская рубль. при совершении торговых сделок с партнерами из Индии. Механизм расчетов таков, что для совершения операции клиенту достаточно иметь расчетный счет в российских рублях в нашем банке. Все операции по покупке или продаже индийских рубль, если мы говорим об экспортной сделке, проводятся нашим партнерам, индийским банком. Таким образом, каждая сторона сделки получает средства в собственной национальной валюте. А вот это отсутствие необходимости покупать другую валюту, оно удобнее, дает, может быть, какие-то преимущества или без разницы, как работать, на каких условиях? Конечно, определенные преимущества есть. Обслуживание платежа в рублях клиенту обычно обходится несколько дешевле, чем платежа в валюте. Кроме того, клиенту не приходится решать вопрос, каким образом распорядиться валютной выручкой. Получая на счет рубли, вы сразу можете запустить денежные средства в оборот. А с другими странами, получается, нет возможности так сделать? Или вы как раз на пути к этому? В целом, такой формат привлекательен тем, что каждая страна получает собственную национальную валюту, проблем с оборотом которой на территории страны не может возникнуть. И дальнейшее развитие направления зависит от готовности страны-партнера сотрудничать подобным образом. То есть, если они нам подадут сигнал о готовности к взаимодействию, мы с радостью примем. А какие услуги, какую помощь банк предоставляет экспортерам, кроме открытия этого счета валютного? Наш банк предлагает клиентам комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Это и расчетно-кассовое обслуживание счетов в иностранной валюте, и международные переводы, и аккредитивная форма расчетов, и услуги агента валютного контроля. Для того, чтобы проводить валютные операции с Банком Хлынов, необходимо, во-первых, конечно же, открыть валютный счет. Открытие счета в нашем банке бесплатно. Плата за ведение счета взимается только при наличии движения. Кроме того, в настоящий момент банк проводит акцию РКО в валюте за ноль. При открытии расчетного счета в любой из трех валют, это юанитенги или белорусские рубли, ведение счета для клиента бесплатно первые три месяца. Если клиент дополнительно переводит в банк валютный контракт, то срок бесплатного обслуживания увеличится и составит 6 месяцев. Следующим этапом работы будет постановка на учет валютного контракта. Персональный менеджер от Банка Хлынов проконсультирует клиента по вопросам применения валютного законодательства, проведет экспертизу и поможет составить валютный контракт. Если же клиенту потребуется поставить контракт на учет в срочном порядке, то его заявление будет исполнено в течение двух часов. Ну и последний завершающий этап – это отправка перевода в валюте контрагенту. Сейчас клиентам Банка Хлынов доступны переводы в семи иностранных валютах. Это юани, турецкие лиры, казахские тенге, белорусские рубли, армянские драмы, доллары США и евро. Заявку на открытие валютного счета можно оставить на сайте нашего банка. Вы также можете заказать индивидуальную консультацию по вопросам применения валютного законодательства. Подробнее о валютных продуктах нашего банка можно узнать в офисах, на сайте банка, банкхлынов.рф и по многоканальному телефону 8 800 250 2 3 7. Еще раз напомню, что в гостях у нас была менеджер по ВЭД-отделу разработки Банка Хлынов Екатерина Козлова. Екатерина, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня, доброго дня всем слушателям. Спасибо, до свидания. Карту Паритет Банка можно оформить в офисах в Кирове Науридского 40 и в премиальном офисе Новоровского 135, а также в офисах Ижевска, Ёжкоролы, Ульяновска и Чебоксара. Карта Паритет Банка будет изготовлена в течение двух-трех недели. Услуги предоставляются АО КБ Хлынов. Возрастное ограничение мобильного приложения Паритет Банка 18+. Крупный план